Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вам слово» в студии Максим Мельников. С 1 января 2017 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства должны были появиться интересные изменения. Они касаются сбора и вывоза твердых бытовых отходов, введения государственной информационной системы ЖКХ и оплаты общедомовых нужд. Что из этого пока остается проектом, а что уже реализуется на практике, об этом, да и в целом о работе управляющих компаний, сегодня поговорим с Николаем Делейко, исполняющим обязанности директора коммунального предприятия МУП РСП. Николай Георгиевич, здравствуйте! Добрый вечер! Я хочу сказать, что, дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Звоните, задавайте ваши вопросы. Телефон 562-0028, код 495. Обязательно на все вопросы постараемся ответить. Ну, а чтобы было понятно, о чем мы сегодня будем говорить, о каком жилом фонде, хотелось бы понимание, что обслуживает МУП РСП, то есть какие дома? МУП РСП, во-первых, хочу сказать, компания муниципальная, обслуживаемый жилой фонд, состоящий на сегодняшний момент из 39 многоквартирных домов. Основная их часть располагается у нас в микрорайоне Павшинская пойма, 25 домов, 12 домов у нас в микрорайоне Чернева-1, Чернева-2 и два дома на улице Светлой. Общая площадь этих домов порядка 600 тысяч квадратных метров и состоит он из почти 10 тысяч квартир. Ну, то есть, достаточно приличный. Можно говорить, не самый крупный. Есть, да, конечно, и больше, но и не совсем маленький. Понятно. Давайте тогда конкретно о работе. Предлагаю начать, наверное, с актуального, с уборки территории. Я уже сказал в самом начале, что есть некие изменения в вывозе и сбора, да, твердых бытовых отходов. До них мы еще дойдем, в принципе, как и до отходов остальных. А сейчас об уборке. Предлагаю начать с подъездов, с улиц. Да, если улицами вы, конечно, занимаетесь. В обязательном порядке. Придомовая территория, которая входит в состав общего имущества дома, она обязательно убирается в соответствии со 170 правилами, которые разработал наш доблестный госстрой в свое время, в 2003 году. И до сих пор все это действует. И на сегодняшний момент в наших зимних условиях это приоритет. Потому что зима, снег, всех сподвергает на первоочередные меры. Но мы были готовы, скажу, к зиме. Достаточно серьезную работу провели в осенне-зимний, в осенне-летний такой, так сказать, подготовительный период. И хочу сказать, качество уборки достаточно у нас на высоком уровне. О чем свидетельствуют фотоотчеты, которые мы ежедневно выкладываем на нашем сайте. www.ukrsp.ru Если интересно, да, может кто-то в прямом эфире ознакомиться в онлайн-режиме. Работают у нас как бригады дворников, ручную зачищающие межквартальные проезды, принадлежащие домам, тротуары и выходы из подъездов. Ну и также привлекается механизированная техника для уже более качественной и глубокой уборки. Плюс используем даже некоторые реагенты, которые у нас разрешены и соответствуют ГОСТам. То есть можно, некоторые реагенты использовать можно. В обязательном порядке. Вот в продолжении темы качества уборки знаю, что, допустим, те же пешеходные дорожки должны очищаться до асфальтового покрытия. Все это соблюдаете? Если вот сейчас мы в данную минуту откроем наш сайт, сегодня утренние все фотоснимки до выхода людей на рабочие места и продвижения к службе, к работе, тротуары сегодня все были вычищены до асфальта. Ну, немножко еще способствовала сегодня температура. Понятно, да. То есть не так холодно. Вот что называется придомовой территорией? Вот здесь возникают некоторые проблемы, потому что люди часто обращаются и к нам в редакцию, я думаю, что наверняка и в вашу управляющую компанию. Да, возле дома дорожка почищена, а вот детская площадка, которая находится напротив дома, здесь не вывезли мусор, не почистили. В общем, ситуация не устраивает. За что отвечает управляющая компания? В частности, МУПРСБ. Управляющая компания отвечает именно за придомовую территорию, которая ограничена границами земельного участка, на котором располагается многоквартирный дом. Ознакомиться с границами любой гражданин может, опять же, на публичной кадастровой карте, где ясно и понятно, какой тротуар входит в состав общедомового имущества, а какой, к сожалению, является уже поле деятельности муниципалитета или района, или города, или области. Поэтому все достаточно сейчас прозрачно. С дорогами. Что касается дорог, которые расположены возле дома? Частично межквартальные проезды и проезды к жилой застройке, они входят в состав общего имущества. Ну, на примере у нас, допустим, в районе Чернево, да, там дома 55-й, 45-й. Да, дороги это наши, и мы их содержим и убираем именно с тем качеством, как и убираются автодороги городского назначения. Парковочные места. Парковочные места также зачищаются не всегда своевременно, ввиду того, что очень много автотранспорта, и все парковки, которые прилегают и находятся на общедомовом, входит в состав общедомового имущества, мы также убираем. Все на нас. А каким-то образом, вот опять же, возвращаясь к качеству уборки, и мы уже сказали, что возникают проблемы, поскольку стоят машины, возле домов стоят машины на дороге, на парковочных места. На тротуарах стоят машины. На тротуарах стоят машины. Каким-то образом управляющая компания может повлиять на эту ситуацию, не знаю, уговорами автовладельцев, да, сказать, ну, ребят, давайте не будем стоять сегодня на тротуаре или там на правой стороне дороги, да, здесь мы будем чистить. Или же, или наоборот, на левой стороне будем чистить. Каким-то образом можно управлять? Ну, скажу сейчас, очень большую поддержку нам оказал вот с прошлого года Мусантехнадзор, ввиду того, что, допустим, размещение машин на газоне сейчас карается штрафом и достаточно серьезным. Машины на тротуаре, конечно, всегда вызывают для нас трудность, особенно в период сильнейшего снегопада или скоротечной оттепели. Ну, стараемся, конечно, больше действовать уговорами и в основном через советы домов, да, просим освободить территорию под уборку. Ну, относятся с пониманием, ну, бывает все, стараемся сглаживать ситуацию. Вот так. Николай Георгиевич, мне подсказывают, что у нас есть звонок у телезрителей, я предлагаю начать наше такое общение. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, как зовут вас? Валерий Викторович. Валерий Викторович, слушаем. У нас два года назад, вот третий год уже пошел потепло, то ли батарея, то ли труба в подъезде. Стояла, значит, там 14 или 15 секций батарея. Семеночку поставили. Так. Между первым и вторым колорифер срезали, и вот были морозы, у нас дети, даже взрослые люди не могли открыть дверь, она просто примерзала. По проекту это все должно быть, но тогда восстановите. Почему-то на 12 этажей какая-то несчастная семерка. Третий год обещания одни. Валерий Викторович, а на каком этаже, можно мне уточнить? Что? Этаж, этаж. На каком этаже это у вас происходит? При входе в подъезд на первом этаже. А номер подъезда? А у нас башня. А, у вас башня. Это башня, одна подъездный дом. Скажите, пожалуйста, вы собственник какой квартиры? 75. 75. Ну, я думаю, мы завтра выйдем на место, разберемся и с вами лично решим этот вопрос. Спасибо большое за звонок, Валерий Викторович. Спасибо большое. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем сегодня в прямом эфире. 562-0028. Это наш телефон. Звоните, задавайте вопросы. Напомню, в гостях у нас Николай Георгиевич Делейко, руководитель управляющей компании МУП РСП. Раз уж у нас разговор зашел о подъездах, понятно, что подъезды тоже убираются. Как часто это происходит и вообще что входит в понятие уборка подъезда? Это, ну, понятно, мытье лестничных пролетов, есть же еще окна, есть стены и так далее и тому подобное. Опять повторюсь, что все это регламентируется 170-ми правилами. Четко написан минимальный набор услуг, который требует выполнения в соответствии с графиком. Ну, например, влажное подметание до второго этажа у нас ежедневно, а мойка лестничной клетки раз в неделю происходит полностью. От первого этажа и до крайнего этажа. Места загрузки клапанов мусора провода ежедневно убираются. Мытье лестничных клеток и марш, я еще раз сказал, два раза в месяц. Мытье окон один раз в год, но при, как бы, некоторой степени загрязенности мы стараемся на все реагировать своевременно. И вот в прошлом году провели ряд генеральных уборок, так сказать, то есть, вот, всеми силами, которые только имеются. Просто генерально были вычищены где-то десятка, два подъездов. Нередко встречаются любители что-то написать на стенах в подъезде. Написать, открутить фурнитуру, что-то поломать, где-то прижечь спичкой, где-то окурком. Ну, на все реагируем. Как быстро? На надписи, конечно, непристойного содержания. Моментально. Ну, не то, что прямо моментально, но как можно быстрее. В остальном, раз в неделю обязательно техники обходят все подъезды. Бывает, привлекаем консьержей. Мы для этого фиксируем, составляем некие такие ведомости всех недостатков. Ну, и стараемся. Очень много помогают жители. У нас, допустим, в пойме диспетчеризация настроена через кнопку вызова в лифте. То есть, человек, спускаясь на первый этаж, спокойно сообщает диспетчерскую, что не горит лампочка в холле, или что-то кто-то написал, или кто-то что-то отломал, или сломали замок на почтовом ящике, или выход на тех этажей открыт, или пружина отсутствует, или доводчик. По мере поступления заявок все выполняет. Это замечательно. Как относитесь к инициативе, о которой буквально на этой неделе объявил губернатор о начале такой региональной программы, программы по ремонту подъездов? Андрей Юрьевич сказал, что правительство области будет выделять субсидии, в частности, управляющим компаниям. Вообще, как часто подъезды ремонтируются? Как оцениваете состояние подъездов, что касается вашего жилого фонда? Как часто ремонтируете? Ну и, соответственно, уже перейдем тогда к новой программе, к этой инициативе. Если оценить состояние подъездов, то, допустим, подъезды у нас в жилом фонде, расположенном Черниев-1, Черниев-2, в обязательном порядке сейчас требуют, можно даже сказать, не текущего ремонта, а именно капитального ремонта подъездов. Домам больше 30 лет, больше 25 лет. И, как бы, сами понимаете, и структура материалов, которыми когда-то выполнялись эти работы, и все это сейчас требует нововведения. На пойме Павшинская ситуация немного лучше, но в связи с тем, что очень много людей делало ремонты, въезжало, переезжало, конечно, большинство подъездов в Павшинской пойме требует текущего ремонта. По согласованию с Советами домов стараемся все это выполнять. В прошлом году мы на Красногорском 5 полностью отремонтировали подъезд от начала до конца. Еще в ряде домов кое-где, правда, были предписания у меня государственной жилищной инспекции в связи с обращениями граждан туда. Работа идет. В обязательном порядке. И на Чернева-1, и на Чернева-2, также вот совместно с председателями Совета, Совета домов, вот, допустим, в прошлом году мы полностью поменяли окна со старых деревянных на металлопластиковые на доме по адресу Ленина 55. Сейчас там завершаем ремонт места общего пользования, на первых этажах новое плиточное покрытие мы делаем. Поэтому, как бы, стараемся везде успевать. Что называется, по мере возможностей. Конечно, субсидирование данных мероприятий достаточно весомая помощь любой управляющей компании, поверьте. Есть у нас следующий звонок, я предлагаю послушать. Здравствуйте. 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 Представьтесь, как зовут вас? Андрей Владимирович. Андрей Владимирович? Да. Андрей Владимирович, какой вопрос у вас? Какой вопрос? Плохо слышно, у вас пропадаете куда-то. Ленина 557. Ленин? Угу. Делал у нас образ по ремонту, но мы обрали. Сделали первые два этажа и не дали. Ага. Ремонтные работы там продолжаются и будут завершены в кратчайшие сроки. Алло. Да-да-да, мы вас слышим, но очень плохо, плохая связь. Вот сделали первые два этажа, у тебя прям в разные краски и мега первый ремонт. Ага. Андрей Владимирович, ремонтные работы не закончены там, но будут завершены в полном объеме. Все будет сделано у вас. А когда примерно? Ну, я думаю, что к 1 марта мы завершимся уже. Спасибо, Андрей Владимирович, за звонок. Дорогие друзья, 562-0028, телефон прямого эфира, код 495. Звоните, будем рады вас слышать. Теперь хотелось бы поговорить о сборе мусора. Да, как я уже сказал в самом начале, с 1 января, есть некие изменения, которые касаются сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Что поменялось? Ну, именно на сегодняшний момент в работе нас, как управляющая компания, в удалении твердых бытовых отходов ничего не извиняется. Ничто не извиняется. Вывозим ежедневно, еще с прошлого года применяем практику раздельного мусора. Сейчас пока пластик отделяем от остальных отходов. Крупногабаритный мусор также своевременно вывозится. Объединение, так сказать, самих мусоровозящих компаний в некие с ротом или их неукрупнение. Ну, я пока, честно сказать, не слышал. Я понял, что это в планах. Да, я к чему веду разговор. И разделение тарифа, именно выделение тарифа на сбор твердых бытовых отходов еще не произошло. Пока нет. Понятно. Я к чему говорю, потому что это некая помощь управляющим компаниям, поскольку люди, делая ремонт у себя в домах, не всегда заказывают отдельные контейнеры, как это положено. Вообще, по правилам, это нужно делать обязательно, да. Да. Вы как с этим боретесь? Или у вас нет рычагов? Вы знаете, иногда мы не боремся. Мы убираем то, что уже сложили, как говорится. Выносят ночью под покровом темноты, складывают, а мы лишь удаляем. Не все порядочно к этому относятся и заключают отдельный договор именно на вывоз строительного мусора. И вы знаете, где-то даже неплохо, что выносят. Плохо, когда все это, бывает, смывается в канализационные коммуникации и приводит засором, забоем, и это намного хуже. Пусть лучше вынесут, мы лишний раз уберем. Понятно. Теперь о том, в каком состоянии находятся контейнерные площадки. Я так понимаю, управляющая компания также за них отвечает. Ну, стараемся своевременно ремонтировать. И обращаем внимание на, так сказать, ходовые части, то есть колесики, чтобы все целое было. Красим, подписываем. Площадки ежедневно стараемся содержать в чистоте. Сбор случайного мусора вокруг производим. Поэтому прикладываем все силы, чтобы не было заметно, что это именно местовый ваза мусора. Знаю, что в Павшинской пойме была проблема именно с контейнерными площадками. Негде было размещать эти контейнеры. Сейчас как-то ситуация наладилась. Как-то все упорядочилось, да. Все они закрыты, все благоустроены и достаточно выглядят презентабельно. Вывозится как часто мусор? По мере необходимости до двух раз в сутки даже выводится. На Павшинской пойме, допустим. Я так понимаю, что управляющая компания сейчас заключает договор с мусоровозящей организацией. И, соответственно, за это платит деньги. Да, причем в нашем случае мы подрядчика выбираем по конкурсу. У нас в прошлом году действовал 223 ФЗС. С этого года у нас вообще 44 закон о закупках. Поэтому у нас достаточно прозрачная процедура выбора данной подрядной организации. И каждый желающий может ознакомиться с данными документами. Каким образом та сумма, которую вы платите мусоровозящим предприятиям, как она распределяется между собственниками? В настоящий момент она в тарифе на содержание и ремонт жилого фонда внутреннего. А доля определяется на квадратный метр по факту выполнения работ. То есть любой счет мы можем разделить на квадратный метр и будет видна сумма именно рубль с копейками или с чем-то, или два или три с квадратного метра. Но пока он внутри тела тарифа на содержание и ремонт жилого фонда. То есть содержание и ремонт жилого фонда. Есть такая строка и она каким образом распределяется по жильцам. Если у меня квартира 60 квадратных метров, то я буду платить больше, чем... Я принес вам для ознакомления квитанцию. Допустим, здесь видно, что 49,4 квадратных метра. Тариф 36,57, 1806 рублей. Это какая у нас получается строчка? Это содержание и ремонт. Ага, то есть это получается вторая строчка. Давайте нашим предзрителям покажем. Здесь она сверху, правда, плохо видно, но тем не менее присутствует и все могут посмотреть, сколько они... Каждый собственник минимум раз в месяц видит данный документ. Но тем не менее лучше в очередной раз напомнить. Я вам хочу... Наши собственники достаточно продвинутые в этом плане. Поэтому они даже в некоторых случаях быстрее и в качестве нас могут посчитать свои расходы наперед. Вот так. А что еще входит в эту строчку содержания и текущий ремонт? В содержание и текущий ремонт входит, кроме расходов на вывоз твердых бытовых отходов, это содержание лифтов технического их обслуживания. Это в домах с оборудованных системами пожаротушения и дымоудаления тоже техническое обслуживание данных систем. Здесь наши расходы, как управляющие компании, то есть зарплата, хозяйственные расходы, инвентарь необходимый, текущий ремонт в обязательном порядке, мест общего пользования. И санитарное содержание и благоустройство при домовой территории, вот о чем мы с вами начали беседовать. Понятно. Есть у нас следующий звонок. Давайте продолжим наше общение с телезрителями. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я проживаю в районе старого города, и мне бы хотелось задать такой вопрос. В данный момент наш дом находится под управлением другой управляющей компании, которая предоставляет нам совершенно некачественные услуги. Таким образом мы могли бы перейти в управление вашей управляющей компанией? А как зовут вас? Представьтесь, пожалуйста. Алла. Алла. Спасибо большое. Интересный вопрос. Да, спасибо. Мы как раз до эфира с вами об этом немножечко говорили. Тем не менее, давайте уточним. Ну, во-первых, уважаемые собственники могут перейти не только в нашу управляющую компанию. Ну, в любую другую, да. У них право выбора достаточно большое. Они могут, первое, это выбрать управляющую компанию, второе, это организовать ТСЖ. Товарищ собственник. Да, и третье, это вообще уйти на непосредственно управление домом. То есть каждый является домоуправителем. А перейти достаточно просто. Жилищный кодекс регламентирует проведение, методы проведения общего собрания собственников, оповещение ихнее, извещение, инициатор необходим будет собрания, и дальше все в соответствии с жилищным кодексом. Там вся процедура достаточно понятно расписана. Собирается общее собрание. Голосуют. Собирается общее собственников, да, в очной форме, в заочной форме. Сейчас есть новый метод опроса через средства электронной почты. Выбирается счетная комиссия, составляется протокол, подсчитываются голоса в зависимости от собственности, от доли в общем имуществе. И принимается решение. Может, даже оставят старую управляющую компанию, может, выберут новую. А может, выберут. 562-0028, телефон прямого эфира. Дорогие друзья, звоните. Постараемся на все вопросы ваши ответить. Сегодня в гостях. Напоминаю, у нас Николай Георгиевич Делейко, руководитель управляющей компании МУП РСП. Я хотел в этой связи вам представить Минстрой России. Вот такой прекрасный учебник. Учебник Азбуку потребителей жилищно-коммунальных услуг выпустил. Здесь достаточно подробно все описано. Понятным потребителю языком. Я, если можно, с вашего позволения, редакции РТВ. Спасибо. В качестве... Где можно найти ее? Можно найти. Ну, понятно. Можно найти у нас. То есть, можно найти у нас. Обратитесь в МУП РСП. И я с удовольствием презентую данную книгу. Понятно. Еще вот один такой интересный нюанс по поводу мусора. Вы сказали, что уже где-то используете раздельный сбор. Да, совершенно верно. И в этом году Красногорск попал в проект по раздельному сбору мусора. Естественно. То есть, теперь отдельно мы будем собирать пластик. Отдельно будем собирать какие-то... Бумагу. Бумагу, да. И, соответственно, отдельно все остальные отходы. Вы готовы вот к такому пилотному проекту? Вашей управляющей компании? Насколько вообще она, я не знаю, затратна со стороны управляющих компаний? Или не затратна вообще, в принципе? Мы обсуждали с нашими подрядными организациями по вывозу твердых бытовых отходов. Интересное направление. Высказывали, конечно, мнение по бумаге о том, что предприимчивые граждане могут, конечно, пользуясь этим, собирать картон и мукулатуру. Ну, я думаю, что данный проект получит развитие и на самом деле все будет по-честному. И удобно действительно будет нашим подрядчикам, так как у них будут прямые договора с теми организациями, которые используют данное сырье далее. То есть, пластик отдельно, бумага один. А накладнее не станет? Ведь вместо одной машины теперь придется гнать три. Заказывай три, поскольку все-таки понятно, что... Я думаю, что в зависимости от объема у них будут договора составлены таким образом, что кое-кто будет сам приезжать за этим и вывозить. Кому особо необходимо будет. То есть, на плечи жителей обычно граждан не ляжут? Нет. Понятно. 562-0028, телефон прямого эфира. Дорогие друзья, напоминаю, сегодня не говорим о ЖКХ. Звоните, задавайте вопросы. И хочется поговорить о услугах, которые оказывает управляющая компания. Мы уже сказали, что понятно. Убираются подъезды, убирается придомовая территория. А, например, есть еще сантехники, есть электрики. Какие услуги они должны оказывать бесплатно, совершенно бесплатно, а за что все-таки людям придется заплатить при вызове того или иного специалиста? Я еще раз вернусь к понятию общедомового имущества и общедомовой собственности. У нас есть инженерные коммуникации, которые относятся к данному виду. Это стояки, система отопления, система канализования, общедомовые электрические сети до входных, как говорится, выключателей. Это все зона нашей ответственности. И все это входит в состав. Обслуживание этого входит в состав тарифа на содержание и текущий ремонт. Все устранение всех аварийных ситуаций, связанных с этими объектами, а не все в зоне нашей ответственности. Платные услуги житель получает, как говорится, внутри своей квартиры. Смотрите, ситуация. Я купил стиральную машину, я ее хочу установить. Естественно, для подключения такого прибора нужно соответствующее питание, электричество. Я обращаюсь в управляющую компанию. Что она делает в данной ситуации? Подсоединить к щитку в подъезде. Можно ли это сделать бесплатно? К щитку, во-первых, в подъезде подсоединять стиральную машину абсолютно не требуется. Ее можно включить в общедомовую розетку, которая в квартире находится. Не сгорит? Они все предназначены для внутриквартирных сетей. Насколько я знаю, все почти класса А сейчас выпускаются. То есть с энергосберегающими технологиями. Пусть будет электрическая духовка. Электрическая духовка. В домах с газом, например. Допустим, где розетки не предназначены. В домах с газом, да. Здесь услуга платная будет, так как нужно будет точку подключения данного электроприбора проводить от вводного устройства. Поэтому услуга платная и квалифицированные электрики МУПРСП или привлеченные это уже будут делать на платное условие. Понятно. Подсказываю, что много звонков у нас сейчас есть. Давайте слушать. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, представьтесь. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Николай Иванович. Николай Иванович, пожалуйста. У меня вопрос стоит такой. Я сегодня целый день потерял, чтобы заплатить коммунальные услуги. Это тепло и само это. Так. Значит, просидел в одном месте два с половиной часа. Там дорога была даже больше. Ну, два с половиной часа. Подхожу, говорит, вы не с нашей компанией. Наши дом, я по-комсомольскому, наш дом, значит, имеет громадный подвал. Подвал. Значит, одни, вторые там расположены. И не могут это, скажем, типа, организовать, ну, типа терминалы или чего. Отправлять нас в этот сбербанк за 3%. Пенсионеры, как его, значит, если, там, чуть не, как его, 150-140, как его, 3% берут от Сберкассии. Так, Николай Иванович, а ваш адрес подскажите, пожалуйста. Комсомольская, 35. Комсомольская, 35. Это, к сожалению, не ваше управление. Понятно. Николай Иванович, вопрос, да, понятен ваш. Я попробую, телевизор сделаю, вот так вот. Да. Одну секунду. Николай Иванович, я понятен ваш вопрос. Спасибо большое. Вопрос очень интересный, да. Ну, еще чего, обманывают, вот в том плане, что на двери написали, что будете платить без процентов от такого, там, что-то. Потом опять новое объявление сюда повесили. Это неправда, значит, оплачиваете с комиссии. 3% сейчас берут, это с пенсионеров. Понятно. Николай Иванович, понятно. Сейчас попробуем выяснить этот вопрос. Спасибо большое за звонок. Действительно, да, ну, понятно, что мы люди работающие. Для нас 3% от платежки ЖКХ, ну, может быть, не критичная сумма, да, не так бьет по карману. А вот, что касается пенсионеров, то здесь люди экономят каждую копейку. Действительно, каким образом оплачиваются услуги ЖКХ, да, люди говорят, что в Сбербанке, да, берут 3%. А где можно без процента оплатить? Ну, допустим, у нас в компании существует два офиса, где мы принимаем деньги через кассу. Так. Один офис у нас располагается по адресу Ленина 47, дробь 2. Второй у нас существует некий многофункциональный центр. Давайте сразу предупредим Николая Ивановича, чтобы он не шел в ваш офис. Надо предупредить. Это совершенно другая управляющая компания. Николай Иванович, вам просто надо будет наверняка связаться с... Со своей управляющей компанией, да, и выяснить, где можно заплатить без процентов. Да, все телефоны должны быть, я так понимаю, указаны в квитанции. Обязательно указываются все номера телефонов, да. Так вот, у нас, как бы, для населения, особенно проживающего в Черниево-1 и Черниево-2, достаточно удобный способ. Так как, действительно, основная масса людей там преклонного возраста живет. И наша касса, где можно без процентов заплатить, причем как с кредитной карты, так и наличными средствами, как бы, очень их выручает. И достаточно с большим удовольствием они приходят платить в дни оплаты, яблоку не где упасть. А может быть, есть у вас какие-то онлайн-услуги? Можно ли дистанционно оплатить? Да, можно оплатить через личный кабинет, который располагается у нас на сайте. Можно оплатить через системы все платежи и остальные вот компании, которые занимаются... Теплосеть, водоканал... Экварингом, правильно, да, называется. Также через кассы банков, включая Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, ВТБ-24. Но, к сожалению, в некоторых берут проценты, причем у них проценты везде разные. Варьируются. Давайте тогда продолжим разговаривать о платежках. Придайте мне напомню, что мы работаем в прямом эфире, 562-0028, наш телефон. Звоните, задавайте вопросы, обязательно на них ответим. Говорим сегодня о работе управляющей компанией МУП РСП. У нас в гостях Николай Георгиевич Делейко, руководитель данной организации. Что сейчас включается в платежную ведомость? Какие параметры? Ведь я знаю, что, например, тот же водоканал или теплосеть, они, по-моему, у нас сейчас свои квитанции присылают жителям. Или нет? Нет. Нет? Электросети. Электросети, понятно, да. У них есть абонентский учет и Мосэнергосбыт работает посредством, и Красногорский энергосбыт работает посредством своих платежных документов. У нас, значит, единый платежный документ, который утвержден постановлением Московской области и включает в себя, кроме вышеназванных содержания и текущего ремонта общего имущества, плату за капитальный ремонт, которая у нас уходит транзитом региональному оператору на оплату общедомовых нужд, которая с 1 января у нас перешла из разряда коммунальных услуг в отдельную строку. В отдельную строку, да, и в состав, как бы, статьи, не самого тарифа, а статьи именно на содержание и ремонт общедомового имущества, и коммунальные услуги, горячее и холодное водоснабжение, их канализование и теплоснабжение. Вот тут хотелось бы поподробнее остановиться на общедомовых нуждах. Мы сказали, что теперь она у нас выведена одной строкой, отдельной строкой, вернее. Понятно, каким образом она вычисляется. Есть счетчики индивидуального прибора учета в квартирах, есть общедомовые счетчики, и, соответственно, та разница за воду, за тепло вычитается, да, и раскидывается каким-то образом на собственников. Каким образом раскидывается? Да, абсолютно правы. Расходы на общедомовые нужды по холодному и горячему водоснабжению определяются как разница между показаниями общедомовых приборов учета и индивидуальным потреблением жителей. Расходы по электроэнергии, потребляемой в целях содержания общей имущества, определяются как разница между приборами и, опять же, вычетами индивидуальных потреблений. По данным ресурсоснабжающей организации, так как у нас энергетика выведена в отдельную строку. При определении расходов, значит, их размер не может превышать нормативы потребления коммунальных услуг, установленные распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области номер 200 РВ. Ну, не столь важный. Прошлогодний, да. Документ октябрьский. Есть показания, например, холодной воды, какой верхний порог на общедомовую нужду? Сколько кубометров? С квартиры, я не знаю, как. С квартиры, да, наверное? Вы понимаете, да, здесь все зависит от площади квартиры, но, опять же, вот я, допустим, буду руководствоваться квитанцией по адресу Ленина 51, квартира 49,4 квадратных метра общей площади. Да, вот у них, значит, холодное водоснабжение на содержание общего имущества составляет чуть менее куба. 0,09. То есть, горячее водоснабжение в тех же пределах. И, насколько я помню, это вот как раз по этому дому верхний предел. То есть, если взять эту всю длинную формулу перемножения, деления на общую площадь и приведения к знаменателю, но не более установленной нормы, то это вот как раз предельный ихний уровень. По электроэнергии, я смотрю, здесь всего 7 киловатт общедомовых нужд. Не так много. Просто есть дома, где около 20-24 киловатт. Я к чему спросил, ведь индивидуальные приборы учета, они стоят не везде. Не секрет, что у нас некоторые люди не ставят даже специально, потому что зарегистрировано одно количество людей, проживают по факту больше. Соответственно, потребляют. Платят за одного очень удобно. Да. Есть. Каким образом им начисляется, ведь приборов учета нет? А сколько они платят за общедомовые нужды? Норматив определен, а общедомовые нужды, опять же, я хочу вернуться, они зависят от площади квартиры. То есть, сейчас, в соответствии с 354 правилами, не привязано к нормативу или к потреблению по индивидуальному прибору учета. Все от квадратных метров площади. К сожалению, мне подсказывают, что время нашего эфира уже истекло, еще масса вопросов у меня к вам осталось, поэтому буду надеяться, что придете к нам в гости в следующий раз. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня на все вопросы мои и, конечно же, ваши отвечал Николай Георгиевич Делейко, исполняющий обязанности директора управляющей компанией МУП РСП. Для вас в студии работал Максим Мельников. До свидания и всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!